Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла в субботу. Лайнер авиакомпании «Коголым Авиа», выполняющий рейс 9268 «Шарм-эль-Шейх» в Санкт-Петербург, потерпел крышение на Синайском полуострове. Эта новость буквально всколыхнула весь мир. В катастрофе погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Среди них находились 25 детей. С каждым часом в СМИ появляется все больше информации о людях, летевших этим рейсом. Смотреть на это и не сочувствовать близким и родным просто невозможно. О чувствах новомихайловцев узнала Анастасия Власова. Скажите, когда вы узнали данной трагедии, какие чувства, эмоции? Ну, конечно, какие чувства могут быть в этом положении? Сами знаете, что тяжело пережить не только родственникам, но и всем людям, которые знают это. Я так думаю, у каждого свое мнение. Мне было тяжело, потому что я тоже потерял 5 лет назад сына. И это очень, очень тяжело. Ну, жалко людей. Дети остались без родителей. Взрослые остались без родителей. Очень, конечно, переживаем за них. Обидно, жалко. Но нельзя допускать, чтобы самолет в воздухе рассыпался. Нельзя этого допускать. В погоне за наживой забывают о человеческом. Это очень тяжело. Очень тяжело, обидно, больно. И все сразу, не будем больше летать. Не будем больше летать. А куда денешься? Приходится. Очень переживаю, соболезниваю всем погибшим, родителям или родственникам. Очень тяжелый. Траур. Неожиданно. Очень жаль людей. Это когда смотришь, то нервы не выдерживают. Это нам, а тем, которым переносят это все. Поэтому тяжело говорить на эту тему. Вчера вот день скорби. Я лично, я очень переживала. Вот меня весь день вчера тяжелый был. Хотя это погибли чужие люди, но они наши. Конечно, сочувствие. Боль. Потому что если бы там была моя мама, я бы, конечно, заплакала бы. Это вообще бы трагедия. Продолжение следует.